Всем привет! Это «Свободный бросок» – передача о женском гонболе. Тема сегодняшнего выпуска – новый формат Чемпионата России, который ожидает всех любителей женского гонбола в сезоне 21-22. Об этом и поговорим. На прошлой неделе Федерация Гонбола России анонсировала изменения в регламенте Чемпионата России среди женских команд на сезон 21-22. Суть этих изменений заключается в том, что 12 команд будут разделены на две шестерки. Первые шесть команд по итогам этого сезона в следующем году будут играть только между собой, как и вторые шесть команд. Немножко о сути изменений. Первые шесть команд этого сезона – ЦСКА, Ростов-Дон, Кубань, Звезда, Страханочка и Лада будут в новом сезоне играть на предварительном этапе Чемпионата только между собой. По два раза дома и два раза в гостях. Точно так же между собой будут играть на предварительном этапе шесть команд из нижней части турнира на таблице этого сезона. Уфа Алиса, Университет, Ставрополье, Динамо Синара, Луч и Агу Адеив из Майкопа. Таким образом, все команды проведут на предварительном этапе чемпионата будущего сезона по 20 игр вместо 22 в нынешнем сезоне. Федерация гандбола России хочет придать напряженности играм женской суперлиги и обеспокоена тем, что немало матчей, в которых встречались клубы верхнего и нижнего эшелонов, закончились с большой разницей в счете. Чтобы избежать подобных случаев, было решено видоизменить формат предварительного этапа. На сегодняшний день от ФГР известна только вот эта цитата вице-президента организации Виктора Владимировича Паладенко. Главная цель этих изменений – придать напряженности матчам суперлиги и избежать большого количества игр с крупным счетом. Давайте посмотрим на цифры, как мы это любим делать. Мы не даем оценочных суждений, решать все вам, права федерации или не права, хотя федерация приняла это решение и нам придется жить, по крайней мере, один сезон с этим решением. Так вот, в нынешнем сезоне, например, было на предварительном этапе проведено 130 игр. И почти в половине из них, в 61-м случае, матч завершался с крупным счетом, то есть с разницей в 10 и более мячей. То, о чем говорит федерация. Давайте посмотрим тогда на цифры, как встречались команды первой шестерки с командами второй шестерки. Из 61 крупной победы, 51 крупная победа – это как раз этот клинический случай. Команды первой шестерки обыгрывали с крупным счетом команды второй шестерки. То есть 72% этих игр завершились разгромами. Это то, о чем говорит федерация в своем постановлении. При этом на оставшиеся матчи внутри этих двух шестерок пришлось только 10 случаев крупного счета. Из них команды первой шестерки между собой всего 4 раза из 30 выявили победителя с разгромным счетом. То есть 13% матчей. Более напряженно, конечно, проходят матчи при разделении вот этих групп. Это факты, которые показывают нам цифры этого сезона. С разницей в один мяч завершилось 6 игр, в два мяча 4 и с разницей в три мяча 2 матча у команд первой шестерки. То есть напряженность этих игр объективна и здесь, наверное, федерация гонбола права. Соответственно, и в матчах между командами нижней части турнира таблицы из 30 матчей только 6 завершились разгромами. Что тоже говорит о более напряженном графике игр, более напряженных самих играх с участием именно этих команд. Может быть, ситуация с разгромами сложилась только в этом сезоне? Но нет. Я проанализировал последние 4 сезона в Суперлиге. Взял матчи команд нижней шестерки, вот эти 6 команд, они неизменны. Эти, что и в 2018 году, и в 2021, эти 6 команд из нижней части турнира таблицы те же самые. И посмотрел, как эти команды играли с командами лидирующей группы за 4 последних сезона. За 4 сезона 6 команд из нижней части турнира таблицы провели 262 матча с командами-лидерами. 262 матча. Как вы думаете, сколько очков они наскребли за 4 года и 262 игры? 10. 4 победы и 2 ничьи. Остальные 256 матчей завершились победами тех, кто и должен был выиграть. Причем более 70% этих матчей завершились с крупным счетом. Завершились полным разгромом, тотальным, с разницей 15, 20, а даже 30 мячей. Я выписал цифры и сейчас прямо вам зачитаю эти все показатели этих 6 команд. Ставрополье за 4 года 44 игры с командами-лидерами, 1 победа, 43 поражения. Из них 21 поражение крупное. Динамо Синаров. 44 игры, 1 победа, 1 ничья, 42 поражения. 25 поражений с крупным счетом. Аго Ады Ив. 44 игры, 1 ничья, 43 поражения. Из них 36 крупный счет. Университет Ижевск. 44 игры, 2 победы. Они одержаны были 2 сезона назад над звездой Астраханочка. И 42 поражения. Из них 30 поражений с крупным счетом. Московский Луч. 42 игры, 42 поражения. 37 из них крупные. И Уфа Алиса. 44 игры, 44 поражения. 38 из них с крупным счетом. То есть 98% матчей между командами этих двух шестерок заканчиваются победами команд лидеров. 98% на протяжении 4 сезонов подряд. Я думаю, что если копнуть глубже, ситуация не изменится кардинально. То есть с обеспокойством Федерации Ганбола России за результаты встреч можно здесь согласиться. Есть действительно сейчас разница в классе между командами двух этих групп. И она не изменяется, она не уходит никуда. Она только, наверное, нарастает с приходом еще более сильного ЦСКА. Но здесь было сказано от имени Федерации только об одном этом плюсе. Чтобы придать напряженность матчам. Есть, наверное, и минусы. Они уже звучат из уст и тренеров некоторых. И, конечно, из уст болельщиков. Болельщики часто бывают не согласны с решениями Федерации различных видов спорта. Изменения часто вступают в противоречие с текущим положением. Но, знаете, как в истории науку двигают вперед какие-то открытия, какие-то чудачества. Зачастую мы не знаем, что и к чему это приведет. Давайте сейчас скажем о главном плюсе, который ждет, наверное, всех любителей ганбола. Это касается матчей, прежде всего, первой шестерки. Этих игр в следующем сезоне на предварительном этапе чемпионата России будет 60. Это в каждом матче практически будет заруба. То есть 60 серьезных качественных игр будет в чемпионате страны. Вместо 30 игр такого напряженного накала в нынешнем сезоне. Также можно сказать, что более острым соперничеством будет и в матчах между командами второй шестерки. Все-таки, когда более равные соперники играют между собой, интрига, она всегда присутствует. И определить победителя зачастую сложно. В нынешних условиях давайте согласимся с тем, что в августе, когда клубы получают календарь, то уже могут плюсовать 6 команд первых себе по 24 очка. Потому что практически все уверены, что они выиграют у команд из нижней части турнирной таблицы. И куда идут эти матчи, они не интересны ни болельщикам зачастую в тех городах, куда приезжают слабые команды, ни командам-лидерам, которые отправляют полурезервные составы на выезд далекий. Или дают отдохнуть большинству лидеров своих в матчах с теми клубами, которые они уверены выиграют. Теперь можно сказать и о некоторых минусах, которые напрашиваются сами с собой. Первое, это, наверное, жалобы тех любителей гандбола в городах, которые попадают в нижнюю шестерку. Да, болельщики этих городов, которые ходят на гандбол, они не увидят в течение сезона практически команды-лидеры. Ни Ростов-Дон, ни ЦСКА, ни Астраханочку, ни Кубань, ни Звезду, ни Ладу. Это, конечно, минус большой для этих любителей гандбола, но у них есть возможность увидеть эти команды, сыграв хорошо в своей группе, выйдя в плей-офф, и там можно встретиться уже с серьезным соперником. Вопрос в том, много ли ходит болельщиков на гандбол в этих городах. Он, я думаю, не очень корректен, потому что, ну, кто ходит, тот и ходит. Наверное, даже если один человек приходит на гандбол, он имеет право увидеть игру из своей команды, и игру команды соперника очень сильного. Вопрос второй говорит о том, что дети в этих городах могут якобы перестать заниматься гандболом девочки, например. Ну, не знаю, что здесь ответить, это тоже решать, наверное, вам, зрителям. Я думаю, если вам интересен гандбол, вашему ребенку, то в каком бы он городе не занимался, он будет стремиться к тому, чтобы стать спортсменом, стать гандболистом и попасть в серьезную команду. Очень много примеров есть игроки из маленьких городков, которые играют в серьезных клубах. Та же, например, Виктория Жилинская, это Яна Жилинская, это они из далекого города Урай. Поищите, загуглите, где это находится, и увидите, какой путь проделали эти игроки до серьезных результатов, а одна вообще до Олимпийской Победы. Поэтому этот вопрос тоже такой, я думаю, спорный. Вопросы ставятся также по развитию большого гандбола в этих маленьких гандбольных городах. Ну, знаете, за эти несколько лет не видно, что как-то он прям развивается, что там спонсоры отвернутся, а они, нет ощущения, что эти спонсоры в Волгограде, Майкопе или Ижевске стоят прям лицом и говорят, возьмите наши деньги. Наверное, результаты, они говорят сами за себя, и сегодня эти клубы не готовы конкурировать никак с командами-лидерами. Это факт. Ну, и еще одно мнение уже от специалиста, тренера звезды Алексея Гумянова. Он высказал по итогам матча с Кубанью. Послушаем его. Ну, мое мнение, что минусов гораздо больше, чем плюсов. Ну, давайте возьмем по порядку. Вот, допустим, напряженность игры во второй шестерке и в первой шестерке увеличится. С одной стороны, это хорошо. А с другой стороны, вторая шестерка никогда не будет играть с более сильными соперниками, чтобы расти. Это минус. Вот, допустим, в команде у нас 21 человек, да? Из них очень много молодых игроков, которых мы ставили играть, допустим, в Сежеевском, в Уфой. А теперь как мы их поставим? Минус игровая практика для наших молодых поколений. Или надо им становиться, пока не станет, вровень с игроком основного состава. Здесь Алексей Николаевич, как бы, отчасти прав, отчасти и не то, что лукавит, но даже у звезды Кубани, команд, которые сейчас занимают пятое и шестое место, отношение к командам из нижней части турнирной таблицы достаточно легкое. То есть можно не играть игроков из дубля на этих матчах, дать игровое время тем, кто не попадает в основу. Ну, получается, что у всех команд будут теперь матчи только от ножа, и надо будет наигрывать этих игроков в матчах с серьезными соперниками. Давайте ориентироваться на лучшие примеры европейские чемпионаты Франции, Дании или Венгрии, к примеру, да, где много сильных команд гораздо больше, чем в России. И они играют каждый матч остро, соперничество происходит серьезное, и никто там не жалуется на то, что нет возможности наиграть. Надо наигрывать игроков в дубли или отправлять на стажировку как раз вот в эти команды. То есть здесь уже вопрос тоже к самому клубу, наверное, надо ставить. В общем, интересное решение. Очень хотелось бы услышать ваше мнение. Пишите обязательно в комментариях. Хочется узнать мнение болельщиков из разных городов и из тех, где команды будут играть в первой шестерке, из тех, где будут команды в второй шестерке. Давайте как-то составим общее такое мнение, посмотрим, что из этого получится. Кстати, такой эксперимент уже был в России, наверное, мало кто помнит, но в 95-м году, 26 лет назад, чемпионат уже проводился практически не по такой схеме, но по схожей. По итогам сезона 94-95 12 команд разделили на две шестерки. Первую шестерку оставили называться Суперлигой, вторую шестерку отправили в Высшую лигу. И вот чемпионат 95-96 прошел в шесть кругов. То есть команды между собой играли по шесть матчей каждая. Это было настоящее рубилово, вот эти матчи как раз таки от ножа. Однако и там 30% игр завершалось с крупным счетом. На следующий сезон, сезон 96-97, оставили эту же схему. Те же 30% матчей с крупным счетом завершалось в лидирующей группе. И после второго сезона тогдашний союз гонболистов России вновь вернулся к прежнему формату. То есть вернул в Суперлигу 12 клубов. С чем это было связано, сейчас уже говорить, наверное, сложно. Наверное, все-таки речь шла тогда о развитии и популяризации гонбола. В конце хочу сказать, что решение данное Федерации гонбола России о изменении формата, оно имеет право на существование однозначно. Надо посмотреть, к чему это приведет. По крайней мере, год команды поиграют так. Я думаю, что грамотные специалисты, которые занимаются развитием гонбола у нас в стране, они все-таки оценят дальнейшие перспективы такого чемпионата и примут правильные дальнейшие решения. Также, я думаю, что будет какая-то обратная связь от клубов, от болельщиков. И совместными усилиями, совместными решениями все эти моменты не оговорятся. И через год посмотрим, что из этого получится. Если вам понравилось наше видео, пожалуйста, поставьте лайк. Также не забудьте подписаться на наш YouTube канал, чтобы быть в курсе событий, чтобы следить за нашей передачей и смотреть новые видео о гонболе. Ну а мы скоро увидимся. До встречи!